Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Рыжков Игорь Викторович, я проектор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. И сегодня я начинаю цикл роликов, посвященных предстоящим выборам нашего нового ректора, которые состоятся 19 октября этого года. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, даже если вы не собираетесь смотреть больше ничего. Я принял решение обратиться к вам через интернет, потому что считаю, что навязчивое вхождение по кафедрам граничит с использованием админресурса, о чем мы договорились, что этого делать нельзя. В то же время это крадет ваше время и не всегда удобно. Видеоролик вы можете посмотреть со своими друзьями в удобное время, обсудить при необходимости. Поэтому нравится нам или нет, но мир идет виртуал, с этим нужно считаться. Но это не значит, что я не готов встречаться с вами лично. Я умею и люблю это делать. И если у вас есть такое желание, пожалуйста, сообщите мне любым удобным вам способом. Итак, несколько слов о предстоящих выборах. К сожалению, Владимир Иванович Большаков, бессмерный ректор нашей академии в течение 31 года, принял решение не баллотироваться на следующий срок. К сожалению, почему? Потому что события, которые произошли после 5 июля, когда было объявлено об этом решении, очень негативно сказались на обстановке коллектива. Пошли в ход какие-то грязные политтехнологии, что, безусловно, разрывает коллектив и мешает работе. Я не планировал в этот раз идти на выборы, но в этой ситуации нельзя оставаться в стороне. Конечно, кто-то должен объединить людей, объединить коллектив. В конечном итоге мы все в одной лодке и все страдаем. Мне всегда казалось, что должность ректора – это огромный труд и тяжелейшая ответственность, ежедневная, ежечасная. И взвалить на себя может только тот человек, который опирается на доверие всего коллектива. Выдержать это не каждому под силу, поверьте мне. И меня как-то шокировало огромное количество кандидатов. Может, это и хорошо, не знаю, время покажет. Но правда в том, что от личности ректора очень сильно зависит состояние всего коллектива. Ректор задает планку. И я, опираясь на свой 12-летний опыт работы в ректорате, а также опыт общения с зарубежными ректорами Канады, Франции, Германии, Бельгии, хотел бы поделиться своими мыслями и своими наблюдениями о том, какими, с моей точки зрения, должен качествами обладать ректор современного успешного вуза. Сейчас вы смотрите нулевой ролик. Ролики с первой по пятой посвящены важнейшим качествам, личным качествам ректора, с моей точки зрения. Шестой ролик посвящен краткой моей автобиографии. И в седьмом ролике я постараюсь рассказать о тех принципах, на которых, по моему мнению, должна строиться работа будущего ректората. И теперь о самом главном. Три важнейших принципа голосования. И не важно, кто это, депутат, президент или ректор. Первое. Голосуйте вы сами, опираясь на свои знания, на свою интуицию, на свой опыт. Интересы ваших советчиков могут просто противоречить вашим. Второе. Не слушайте тех людей, которые пытаются уже сейчас раздавать должность. Это говорит о том, что им важна победа любой ценой. Их не интересует будущее вуза. Третье. Опасайтесь людей, которые заведомо вам лгут. Это говорит лишь об одном, что их истинные интересы нельзя вам озвучивать. Видимо, они направлены против вас. Знаете, есть такая шутка, что люди больше всего лгут перед сексом, выборами и после рыбалки. Так вот, самый безопасный вариант — это рыбалка. А первые два способны перечеркнуть всю вашу будущую жизнь. Поэтому не слушайте никого, голосуйте сами. Голосуйте сердцем, опираясь на свой личный опыт. И сделайте при этом правильный выбор. Спасибо за внимание. Встретимся в роликах. Пока.